друзья всем привет сегодня хочу сделать и легкую а и доступную простую пересадку орхидеи легкую доступную и простую это связано с тем что мы будем сажать в грунт который доступен вообще любому жителю любой страны то есть купить этот грунт можно в интернете либо в магазинах своих стран потому что этот грунт продается по всему миру является наверное грунтом номер один среди не только архоманов любителей которые дома занимаются выращиванием орхидеи но и а профессиональных садовников которые выращивают орхидеи на продажу плюс в этом видео я отвечу на вопрос как долго и как успешно могут находиться орхидеи после покупки в магазине точнее в магазине а покупки в интернете в маховых стаканчиках я неспроста поставил сюда две вот этих орхидеи их тоже коснется речь я расскажу что это за орхидеи и сегодня я поделюсь рецептом рецептом друзья доступного средства опять же доступного тоже жителю любой страны но здесь важен момент чтобы это средство было натуральное стопроцентное настоящее до которое можно применять это и жителям израиля и жителям европы где практически тех а химических препаратов не найти которые помогают в борьбе и профилактике грибков и бактериальных болячек у орхидеи и вот сегодня я поделюсь рецептиком который оставила одна из зрительниц постоянных зрительниц подписчиков нашего канала она жить живет в европе да и она поделилась в одном из предыдущих видео в комментариях под видео я даже закрепил ее комментарии и рецептика и вот сегодня я думаю она не будет против что я а поделюсь ее рецептом ну для начала давайте перейдем к орхидеи который я хочу распотрошить сегодня пересадить вот она эта орхидеечка ха-ха-ха я нашел видео видео в котором эту орхидею среди пяти других орхидей покупок получил по почте заказывал у виолеты орхидеи 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 сызрань продавец орхидеи и кстати это была такая знаете у нас на канале контрольная закупка в 2019 году в 19 году когда мы с вами делали я я делал знаете подставные покупки в интернет магазинах от не от себя а от другого лица и покупал в интернете и мы смотрели в каком качестве эти орхидеи придут вот было у нас видео 10 сентября я ссылку на это видео обязательно поставлю верхнем правом углу даже внизу в описании под видео вставлено это видео как раз таки мы делаем распаковку а вот этой вот орхидеи 10 10 августа это до 10 августа 2019 года а к слову сказать сегодня 18 февраля 2021 года то есть полтора года друзья полтора года вот это вот орхидея у нас в размере в размере два с половиной дюйма находится она уже закончила свое второе цветение вот отсвела это друзья беглипчик принцесса а вот она беглипчик принцесса вот вот полтора года она была после покупки вам хит два раза роскошно цвела есть видео у нас о цветении этих же орхидей в плейлисте который называется орхидеи из азии от покупки до домашнего цветения там а собраны все видео об уходе за орхидеями это в разделе плейлистов можно пройти посмотреть для тех кто хочет купить орхидеи именно в интернете у продавцов азиатских орхидей в разных размерах 1 и 7 2 2 с половиной нас на канале недавно было видео я рассказывал что и такое за размеры и что можно получить в этих размерах что как говорится здесь размер не имеет значения нужно представление иметь что за будет растение какое в этом размере будет да она здесь уже как говорится на какого продавца нарвешься но вот у нас в том плейлисте собраны и продавцы азиатских орхидей ну на сегодняшний день я вот только могу прям вот голову на течение дать да по качеству это орхидеи который продает виолетта из сызрани да и ольга вовк в украине вот два продавца в украине и в россии за которых например мне вот не стыдно но замолвить и слова да но они не нуждаются в рекламе огромное количество архаманов и новичков и профессионалов у них затариваются и довольны их азиатскими поставками и ну точнее поставками из азии на поставками из азии вот сегодня друзья вот эту орхидеечку от виолеты мы сегодня распотрошим и вот 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 эти две орхидеи я не просто так поставил хочу их сразу показать а это две орхидеи которые тоже были в той самой посылке от 10 августа 19 года друзья и это орхидея так сейчас я чтобы вам было все видно это сакрифейс но тогда она еще не имела название в девятнадцатом году и продавалась просто под номером а вот он номер друзьям смотрите вот он номер и чтобы для правдивости смотрите она в этом горшке находится вот эти все полтора года прижатая галышом и видите корень вырос и оброс этот галыш видите как прям он его обнял корешок то есть все эти орхидеи по два раза цвели то есть после покупки после покупки в августе они в зиму зацвели и очень долго цвели не было возможности их пересадить вот сейчас они тоже второй раз зацвели руки не дошли и вот я решил что по мере их отцветания я буду пересаживать от принцесса у нас отцвела процвела она с прошлого года цвела достаточно долго можно было видеть беглип чеки и у нас за спиной где-то около полугода она цвела и вот эти тоже орхидеечки у нас уже достаточно долго цветут сакрифайс он мне не один у меня есть второй еще сакрифайс который растет крупно вообще цветковой друзья он вообще роскошный цветок для своего второго домашнего цветения это очень очень хороший размер смотрите сколько почти 12 сантиметров в диаметре друзья почти 12 сантиметров это еще не предел они до 14 сантиметров по сравнению смотрите какой он огромный у меня есть еще вон он цветочек тоже сакрифайс он растет в пеностекле с керамзитом это старичок который у нас есть на канале вот и вот вот этот вот роскошный знаете какой а вторая желтая друзья орхидеечка это орхидея которую часто путают то с лос-анджелесом лас-вегасом господи с лос-анджелесом то с лас-вегасом то с брионом это друзья орхидеи вуде-вуде-вуде-вуде-вуде такая смотрите какая обалденная такая она вообще по своему такому структуре как будто вот она сделана из желтой свечки да из примуты свечки как будто вот и на ощупь такая же атаки найти прохладненькие лепесточки и на ощупь она такая вот по своим тактильным ощущениям как будто вот из воска сделано как будто вот из воска обалденной орхидеи вот тоже это ее второе цветение вот так вот она разрослась конечно я понимаю что если бы я их пересадил в прошлом году то второе цветение было бы куда намного интереснее и массив не но друзья у меня не было никакого сказать такого знаете прям вот задачи чтобы они во втором цветении улучшили свои ну скажем так показатели просто они жили жили и росли и росли а у меня не было времени их пересаживать но тем не менее вот так вот они зацвели зацвели это вот как раз к примеру о том как долго ответ на вопрос друзья как долго орхидеи купленные в в маховых стаканчиках а детками да они были детки могут находиться да и как долго их можно не пересаживать вот пожалуйста полтора полтора года и вот сейчас мы будем вместе с вами потрошить вот эту вот орхидею и заодно посмотрим заодно посмотрим в каком состоянии корневая система ну и собственно говоря какой мог но хотя мог уже друзья за полтора года уже его надо менять то есть все я думаю что год полтора нахождение орхидеи в мхе это прям вот знаете оптимальный срок потом нужно будет потрошить все-таки орхидею хотя бы как минимум поверхность верхний верхний слой мха снимать у нас было недавно видео я ссылку тоже верхнем правом углу а покажу как из мха переместить орхидею перевалочкой в новый мох на три года дальнейших ее пребывания в новом маховом скажем стакане на в новом маховом стакане там я все подробно показываю и рассказываю а ссылку поставлю перейдите посмотрите будет очень интересно итак давайте доставать время у нас идет корневую это орхидея прям вот вообще в этом маховом стаканчике разрастила прям не по-детски посмотрите посмотрите вот все вот это вот я сейчас сниму какой-то мох оставлю оставлю какой то мог более-менее знаете чистенький который сейчас находится внутри внутри в корнях то есть вверх не мог я сейчас весь сниму потому что бурый который бурый и стал черный я его сниму а который внутри там более-менее такой знаете светленький я его оставлю мы его мы его вот вы изнутри видите выставки вот такой вот я кусочки оставлю его изнутри на него не попадали солнечные лучи и он меньше такой знаете подвергся разложению примут несколько щепоте изнутри вот прям достану о вот так вот так вот вот видите светленький желательно чтобы был мы его выкидывать не будем я его добавлю в тот грунт который мы ее будем сейчас сажать пересаживать эту орхидею так вот так вот я ее потрошу быстренько изнутри чистенькие оставляю волокна главное чтобы не попались там эти знаете кто гнилые отжившие старые корни вот хорошему частички оставлю все остальное могу спокойно выпотрошовывать до полтора года друзья полтора года и вот я сейчас все это дело на стану и мы с вами поговорим о рецептике который можно применять для для профилактики и лечении от грибковых заболеваний бактериальных грибковых заболеваний на своих орхидей как вот кстати к слову сказать вот эти полтора года полтора года нахождения орхидеи у меня в моих условиях как я продлевал жизнь то этому мху я я продлевал жизнь этому мху периодически замачивал ну вместо скажем такого очередного полива замачивал их в фитоловине именно фитоловин хорошее средство которое продается у нас в отделах сада садоводов огородников фитоловин он антибактериальный и анти грибковый препарат его можно замачивать в мхе а именно по инструкции но в каких-то скажем таких особых случаях можно и не ряд неразбавленным мы его кстати применяли с вами и неразбавленным мазали ну а что делать тем людям которые не могут купить это средство да не продается в европе в других странах а это друзья корица это друзья корица и мы сейчас с вами в очередной раз вот на этой орхидеечки я сейчас почищу корни кстати мне цветонос мешает я вас режу он уже не представляет тут всего она она решила доращивать цветонос видите один бутончик на кончике но я хочу ее пересадить несмотря на то что хоть у нее там один бутончик пытается расти он мне не нужен а то я знаете так дотяну вот видите прошлогодние прошлогодние у нее цветонос вот он цветение а это вот в этом году мы уже срезали вот они два цветоноса а я сейчас упругие вести такие прям вот как картонки я сейчас почищу корневую счищу вот а я продолжу мысль значит что делать тем у кого не продается фитоловин я оставлю сейчас вставлю вот сюда вот комментарий комментарий который оставила наталья гар о корице друзья о корице как раз в одном из видео предыдущих я немножко пару слов о корице рассказывал да вообще уже на канале неоднократно рассказывал про корицу что как ее используют юго-восточной азии в юго-восточной азии для чего каким образом так минуточку сейчас я здесь срежу и вместе с вами пробегусь по этому комментарию она разговаривала с женщиной которая работает у нас в большом гешефте зеленых растений в отделе орхидеи так она сказала что вытаскивает из мусорки выкинутые орхидеи приносит их домой пересаживает иногда поливает их корицей вспомнив об этом вчера я стала копаться в интернете нашла много роликов немецких архаманов польских чешских этот к слову а я смотрел видео ролики и американских архаманов и архаманов юго-восточной азии ну и сам живую находясь а во вьетнаме в таиланде в тайване в индии где еще там в камбоджа до люди те кто тоже увлекается орхидеями что-то на продажу что-то для себя а тоже активно используют корицу ну вот наталья гарх привела вот такой вот рецепт и все эти архаманы все почти одинаковы по содержанию корицу используют от бактериальных грибковых заболеваний и от корневых вредителей насекомых третью часть чайной ложки заливают водой а 80 градусов это пузырьки перед закипанием это важный момент друзья один литр один литром воды и дают корицы настояться до температуры почти комнатной потом процеживают обязательно и замачивают как обычно в этом растворе орхидеи то есть с корнями вместе и делают так один раз в три месяца это профилактики а мы используем корицу сухую молотую в качестве таким знаете прям припудренный сейчас покажу но здесь важен момент друзья знаете какой о том что вы знаете сколько отмерших корней у этой орхидеи я убрал достаточно много ну вот зато свежих каких хорошенькие остались хорошие хорошие корни много хороших корней так чешуйки от старых листьев я снимаю с основания вот так вот и это еще нужно для того что мы сейчас все это дело припудрим как обычно припудрим наши корицы мы у нас уже достаточно много видео где мы имитируем как будто бы у нас нету никаких средств как будто бы меня нету никакой аптечки для архаманов которую жаждет посмотреть тысячи зрителей нашего канала я обещал показать мне покажу сниму рассказать что у меня в аптечке и какими я раньше пользовался средствами какими пользуюсь сейчас и какие средства ждут но моего скажем моего тестирования тоже такие средства имеется у меня несколько коробок аптечка состоит из нескольких коробок так ну вот смотрите значит все почистил все корешки почистил всю черноту убрал но тут особо то и не было черноты никакой основание орхидеечки снизу чуть-чуть вот так вот подрезаю да вот эту часть там с чернотой всякой она подсохла уже я ее вот так вот срезаю вот так и вот этот корень тоже срежу он не нужен его мы все вот смотрите вот так вот подрезал я так старый цветонос тоже сухой острежу все зачищаю пинцетиком счищаю всю и беру корицу друзья так это мне уже не надо так сейчас пониже вот у меня вот корица вот такая здесь важный момент друзья знаете какой чтобы корица была натуральная стопроцентная очень часто под видом корицы продают кассию до касси это тоже корица но это такая знаете ну если можно так сказать декоративная корица она тоже вроде пахнет так ну вот так вот прям она эти прям вот так я припудриваю все это дело все места и среза в том числе ой какая она ароматная просто в настоящей корицы в ней больше нужных свойств чем в кассии кассия просто обладает определенным ароматом но у нее другие свойства не очень полезные скажем так растению ну и организму поэтому в принципе много некоторые могут сказать что корица она не помогла но и не помогла в общем да но опять же а была ли это корица это было ли это корица достаточно много людей в комментариях когда я рассказываю про корицу пишут делятся своим опытом о ее положительных свойствах на их орхидеях которые когда применяли все вот так вот прям активно видите запудрил прям запудрил ее вот все теперь давайте приготовим посадочный материал во что я буду ее сажать а сажать я буду ее как я уже сказал так значит горшок во первых горшок вот такой вот у нас воздушный корень он конечно не очень нам нужен я его я его друзья этот воздушный корень на месте где у нас он сломанный я его просто отсеку как бы у нас кровью сердце не обливалась он нам не нужен а вот эти корешочки у нас хорошо зайдут вот в этот вот горшок стандартный прям идеально друзья о идеально значит пускай пока на постоит познакомиться со своим местом жительства а мы с вами сейчас замесим посаду посадочный материал он будет состоять я уже сказал из доступного это археата друзья археата фракция 12 18 миллиметров я вроде постарался ее перебрать от всякого там мусора продается друзья археата по всему миру это новозеландская компания которая поставляет ее почти во все оранжереи где выращивают садовником так но вот такие вот единственные щепочки выкидываем они не нужны мы сейчас переберем все это дело перед использованием я ее просушиваю друзья когда вскрываю из пакета а просушил ее так но вот так наверное да какая она ароматная никакого сейчас вот когда просушишь ее и она потом полежит просушенная она потом приобретает такой знаете приятный аромат елочки да несмотря на то что ее паром паром ее вытапливают пропаривают ее на заводе изготовители так ну вот так наверное это многовато наверное да я сейчас сюда добавлю тот мох который мы с вами оставили да вот так вот то отсыпал то досыпал так куски дерева вот куски дерева я убираю чтобы они не плесневели само дерево а кору оставляю так ну все вот так вот у нас получилось теперь я тот мох который мы отсеяли я его весь сейчас сюда добавлю предварительно измельчив его так ну вот измельчу сейчас прямо вот такие вот вот мы его добавим в середину в середину при посадке вот такие волокна хорошие на темной футболке чтоб вам было видно вот я его сейчас буду добавлять по мере посадки орхидеи но немножко так добавлю да ну лучше конечно его нет я его все-таки в корни при посадке засуну так будет лучше ну что давайте пересадим нашу с вами красу . так делаю это очень простая друзья и простая и эффективная пересадка вот так на дно сперва горшок небольшой поэтому здесь крупные крупные фракции не нужно коры вот такая фракция для этого горшка это стандартный в которых продаются орхидеи в магазинах а 1218 самое оптимальное по размеру этого горшка если бы был бы больше а вот если бы я сажал в кашпо вот такой то конечно я бы на дно вниз поместил бы крупнее фракцию для аэрации но здесь мне а это не надо так ну вот вот так вот это будет все теперь я начинаю подсыпать чуть-чуть нижние корни я подсыпаю и теперь кидаю мох который остался вот сюда мох он передаст нам всю микрофлору которая в которой росла это орхидея нам внутрь сюда в горшок орхидея эту пересадку не заметит но я имею ввиду с плохой точки зрения не заметят а наоборот быстренько адаптируется и пойдет в рост и в этом в этой посадке это орхидея уже будет находиться ну как минимум наверное ну минимум два года минимум два года до я ее в этой в этой посадочке оставлю еще мог и да ну плюс еще мох он выполнит знаете что при замачивании при поливе он будет лучше передавать влагу по своим волокнам по внутреннему объему горшка кусочком кусочком архиаты так ну вот так вот так ну надеюсь вам видно все посадка у меня это в роли то есть основание в роли немножко она у нас в сторону ничего сейчас я вот так вот да вот так все и вот так вот у нас посадочка получилась и сверху я сейчас чтобы верхние корни у меня не пересыхали вот эти ее корни которые они же были на мхе вам хеда чтобы орхидея сохранить вот эти верхнюю часть корней я просто сейчас эти корни частично прикрою мхом как во вчерашнем видео кстати идея о том чтобы палочкой пропихнуть естественный фильтр мох до дна до дренажа до дренажного слоя палочкой очень мне понравился я в ближайшее время это сделаю вместе с вами на видео сниму вместе с вами это все сделаем кто не знает и не понимает о чем речь посмотрите вчерашнее видео пройдите на главную страницу и вот видео которое перед этим видео вышло посмотрите ну я ссылку могу оставить верхнем правом углу можно по ссылочке перейти тоже посмотреть о чем речь а речь идет о фитильном поливе естественном фитильном поливе орхидеи в закрытой системе но с использованием мха мха с фарма то есть естественных всех вот этих компонентов очень интересная я для себя это все дело открыл и вот с вами опытом поделился и люди уже сразу подсказывают по ходу действия свои какие-то наработки свое видение мне очень это дело все понравилось так ну вот так вот друзья мхом я сверху по окружности прижал корешки я думаю они будут пересыхать еще чуть-чуть сейчас прикрою мог прям трескается такой знаете он не сухой а он влажный понятно что он не живой он влажный но он это когда его раз он так прям лопается такой звук сдает как будто знаете корни орхидеи ломаются знаете когда как такое знаете а шурашки бегут так ну вот так вот вот все сейчас я вам покажу друзья главное чтобы мог не касался основания все все друзья показываю вот такая вот получилось у нас посадочка орхидеи в доступные компоненты кстати мох с фармом спарма с тоже продает и та же компания которая производит архиату они и мох спармус спармус это тот же мох с фармом но только отборный только примут отборный и высушенный вот но вот можно спарма сам тоже вот так по периметру все это дело выкладывать все никаких излишеств классика посадки прям вот именно классика вот такая вот орхидеечка бирочку я потом нарисую вставлю все друзья беглипчик наш принцесса обрела свой домик на ближайшие два года как минимум все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем друзья пока пока